Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы начинаем рассмотрение второго послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Это послание было написано вскоре после первого и, собственно говоря, сохраняет свежие следы и, можно сказать, в какой-то степени развивает, продолжает те темы, которые были подняты в первом послании. Мы встречаем в заглавии тех же адресатов Павел, Силуан и Тимофей, Чеслоникийской церкви, Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашей и верою во всех гонениях и скорбьях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы достоиться вам Царствие Божие, для которого вы и страдаете. Итак, мы видим, что в этой такой продолжительной преамбуле апостол Павел начинает с того, что благодарит Бога за своих адресатов, он поощряет их к терпению и хвалит их за ту любовь и веру, которая у них есть. И, собственно говоря, мы знаем, что апостол Павел не применил никогда воспользоваться случаем для того, чтобы похвалить своих читателей, и, конечно, это было необходимо. Дело в том, что мы понимаем, церковь фессалоникийцев, она возникла только-только, вот-вот, и вдруг тут же на молодую общину обрушились притеснения, и понятно, что в этой ситуации трудно было устоять, поэтому апостол Павел вновь, как и в первом послании, обращается к этой сложной теме, сложной потому, что, казалось бы, эти люди связали свою жизнь с Богом, они шли на его сторону, они от многого для этого отказались, и Бог должен им благоволить, он должен поощрять, он должен, видимо, образом являть себя в их жизни, а здесь получается, что, встав на сторону Бога и отказавшись от языческих заблуждений, они столкнулись со многими трудностями, препятствиями в своей жизни, и это, несомненно, нуждалось в объяснении, почему это происходит так. И апостол Павел дает один из ответов, он говорит, чтобы вам удостоиться царствия Божия, для которого вы страдаете, очень важная тема, и так царствие Божие, оно ко мне за горами, и награда, которая вас ждет, она неизбежна, ибо правильно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа с неба, с ангелами силы его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества его, когда он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свительству. Итак, в скорбях, которые обрушились на молодую общину, апостол Павел видит признак приближающегося суда Божия. Он говорит о том, что те, кто сейчас гонит молодую общину, кто ее притесняют, они будут неизбежно наказаны, и им воздастся скорбью тем же, кто сохраняет свою верность Богу, кто не утратил своей связи с Господом. Когда он явится в славе с неба, он уготовит нечто дивное, их ожидает будущая награда. Конечно, вот это разделение, оно во многом формировало жизнь ранней церкви, потому что это был, с одной стороны, стимул для спасения, потому что люди понимали, что в преддверии суда Божьего они должны изменить свою жизнь, а самое главное – уметь терпеливо переносить все то, что им преподносится жизнь, миссиспосылается Богом. В то же время, конечно, это, увы, дело неизбежным, осуждение тех, кто противился благовестию, кто каким-то образом притеснял или гнал церковь. И мы видим, что вот здесь происходит даже то разделение в мире, разделение в преддверии приближающегося, грядущего сюда на тех, кто уверовал и тех, кто проповедь апостольскую не воспринял. И, собственно говоря, это важно было для самих проповедников, для самих миссионеров, для раннехристианских общин, потому что это был тот мотив, тот стимул, тот посыл, благодаря которому они и проповедовали, они пытались людей изъять из предстоящего суда Божия. Воскресенье рассматривалось как доказательство того, что Христос неизбежно в последние времена, которые уже наступили, будет судить мир. И, собственно говоря, воскресенье всех уверовавших, оно, как мы уже знаем, из первого послания фессалоникийцам тоже ожидалось вот-вот. И, собственно, да, эта неизбежность, неизбежность сюда, она как бы и гнала апостолов по всему миру, потому что, действительно, если никто еще людям об этом расскажет, кто им поможет или даст им шанс избежать надвигающегося суда Божия. Вот, только они. И апостол говорит, для сего мы и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш садил вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силы, дабы прославилось имя Господа нашего Иисуса Христа вас, и вы в нем погладите Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, здесь есть очень важный такой посыл, очень важное указание. Бог сделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры. Звучит немножко коряво, но в нашем переводе, но, конечно, основной посыл для нас очевиден. Не человек чего-то достигает, не его усилия играет ведущую роль. Бог совершает все сам. И, конечно, об этом нужно всегда помнить, потому что это не нивелирует человеческие усилия, не делает их ненужными, никчемными. Личность человека от этого не обесценивается. Но речь идет о некой тайне, о сотрудничестве, о синергии между человеком и Богом. Бог заинтересован в нашем спасении. Было бы неправильно и неверно рассматривать его лишь исключительно как судью, который только и хочет того, чтобы судить. Нет. Апостол Павел говорит как раз о том, чтобы имя Господа должно прославиться «Вас и вы в нем». То есть Бог хочет спасения человеков. Ради этого осуществился его замысел. Ради этого Господь Иисус Христос, Сын Божий, пришел в мир. И Бог, конечно, как никто другой, знает и человеческие слабости, и человеческую несостоятельность, и ошибки, и падения. И тем не менее, цель его как раз в том, чтобы человека возвести на эту высоту, как говорит апостол Павел, сделать его достойным спасения. И сам человек никогда в это достоинство не войдет, не сможет себя поставить на этот пьедестал без помощи Божией, без его содействия. И поэтому так важно в этом деле, в деле нашего спасения, не противиться Богу, дать Ему возможность действовать. Потому что мы понимаем, что иногда мы сами не даем Богу возможности осуществить Его волю в нас. а мы сами как бы Ему противимся, противостоим. Все, наверное, мы помним замечательные примеры, которые приводил покойный митрополит Антоний Сурожский в своих беседах. Он сравнивал человека с парусником. И что вот как бы парус надувается, это как бы веяние Божие, и Бог его ведет. Или, как он говорил, будучи врачом, как хирургическая перчатка, вот она такая послушная, и человек в ней может делать сложные операции. Так и мы должны не давать Богу простор деятельности, не сужать его, не ограничивать, не мешать. И вот об этом тоже нужно всегда помнить, что Бог активен, Он деятельен, и Он хочет нас изменить. Он в этом заинтересован, потому что наше спасение ему небезразличное. И поэтому, конечно, надо предоставить ему такую возможность. И это не означает, что вот прям вот завтра, да, что-то такое произойдет, мы изменимся. Нет, такого не будет. Не будет потому, что очень часто человек хочет как бы своего. Он хочет, чтобы я изменился, я стал другим. Вот, а Бог все совершает по своей суеверенной воле. Но эти изменения, эти перемены, они несомненно происходят. И проходит какое-то время, мы озираемся назад, и вдруг с удивлением отмечаем, что то, что раньше нас беспокоило, то, что раньше было у нас каким-то гнетом, какой-то проблемой, оно ушло из жизни. Мы даже этого не заметили, не ощутили. Бог это сделал. Но сделал это так, чтобы это не породило в нас какого-то тщеславия. Потому что мы знаем, что любой успех, даже самый незначительный, неважный, он все равно неизбежно рождает в нас элемент какого-то тщеславия, самодовольства. Мы свой успех начинаем приписывать себе. И вот для того, чтобы это не происходило, для того, чтобы мы не самообольщались на свой счет, Бог совершает с нами свое дело. Но Он совершает его незаметно. Он совершает его так, что Он проходит мимо нас. И лишь спустя время мы можем понять это, ощутить и оценить. Поэтому эти слова апостола Павла, которые он приводит в завершении первой главы послания Фессалоникийцам, они для нас являются тоже неким призывом, для нас являются неким полем деятельности. Бог заделывает наше спасение. Надо дать ему простор для его деятельности, для того, чтобы он с нами осуществил свой замысел. Субтитры создавал DimaTorzok